Всем привет! Мы с вами играем в Sims 4. Это летсплей на работу и вы смотрите уже 14 серию. У нас вечер, да, у нас все вернулись со школы, с работы все отработали. И под такую вот веселенькую музыку Кая Анжелина у нас кушает, а Даррен в одиночестве играет в шахматы. Дело в том, что Кристофер не смог присоединиться к игре, потому что слишком от него плохой запах исходил. Он сейчас пошел принять душ, когда примет душ, продолжит игру с Дарреном, будет, в общем, умнеть. Анжелина с Рубчиком развлекаются и мы ждем все с работы Бурухтана. Сегодня я хочу поиграть с Бурухтаном, потому что мы уже давненько не были в нашем магазине. Дело в том, что Бурухтану до работы еще два дня, то есть ему в понедельник, конечно, на работу. Сегодня он последний раз работает и потом два выходных. То есть ученым мы поработать пока не сможем, поэтому мы можем отправиться в его магазин и посмотреть, что там происходит. Но, как я уже говорила, это другое сохранение, поэтому, в общем, магазин наш пропал. И сегодня я опять ввела деньги, 10 тысяч. У нас там было тысяча с чем-то, в общем, я добавила еще 10 и получилось около 12. Так что сейчас мы купим опять магазин и, в общем, мы попробуем поиграть там Бурухтаном. Может быть, он что-то продаст, может быть, он наконец-то станет великим модельером, великим дизайнером одежды. Главное, чтобы он побыстрее вернулся с работы и тогда мы сможем приступить. Так, Кристофер до сих пор купается. Давай, Крис, выходи, потому что тебя ждет Даррен. Вот, хочет с тобой поиграть вместе. Давайте, пусть он присоединится к игре. Я хочу, чтобы он дружил с Дарреном, потому что у них общие интересы. Вот, Акаи будет играть на скрипке, пиликать, чтобы все слушали. Я думаю, что в итоге всем понравится. Смотрите, сколько у нас теперь посуды. Это уже какую серию Гору Посуду мы отмываем, потому что симов очень много. Ужас какой-то. Шесть симов. Вот так вот. Создала я маленькую семейку для летсплея. Думала, будет у меня три персонажа. Потом родим еще одного ребеночка. И будет такая маленькая семейка из четверых человек. И тут бац и тройня. Вот и все. Вот и кончилась моя счастливая жизнь. И моя мечта о маленькой семейке в летсплее. Нифига, будет у нас большая семья. В общем, детишки у нас сразу добавились и в огромном количестве. Так, Кевин пошел играть с динозавриком. Кстати, можете придумать имя для динозаврика, потому что реально не знаю, как его назвать. Так что, если знаете какое-нибудь имя для динозаврика, то, пожалуйста, напишите. Я его так назову. Так, и где же нас Бурухтан? Он должен вернуться с работы в 19. Господи, ему еще час работать. И тогда мы сможем уже отправиться наконец-то купить новый магазин. И приступить к продаже одежды. Да, Бурухтану там завезли новые товары. Новая, в общем, коллекция. И он спешит, очень торопится ее продать. Вот, конечно же, какие-то шикарные наряды. Вот, Бурухтан у нас обычные какие-то одежки не продает. Он будет продавать именно все вот такое вот самое последнее вам. Господи, что ты рассказываешь, такой страшный рубчик? В общем, Бурухтан у нас продает все, что вот самый последний писк моды. Потому что он следит за всеми новинками и знает, что сейчас популярно, а что нет. Давайте посмотрим, что у нас происходит в окрестностях. Так, ну кораблика нет. И я вот иногда, как я говорила, уже сюда посматриваю. Ну, потому что здесь были замечены мною силы. Так, а кто это? Это не Лорочка у нас бегает? А Лора Стекеленбург? Боже мой, Лорочка здесь еще молодая, что ли? Да нет, она же бабушка. А ну давайте посмотрим. А нет, Лора пожилая. А вот издалека мне показалось, что она у нас совсем молодая. Вот так вот она хорошо выглядит и хорошо сохранилась. Блин, и исчезла. Что до сих пор мы на нее смотрим. И кажется, что она все еще молодая. Хотя, на самом деле, она уже давно бабушка. Так, вернулся Бурухтан. Давайте я его отправлю в туалет. И, наверное, все. В принципе, а он в туалет и не хочет. Нет, в туалет он не хочет. Поэтому мы сейчас сразу же выбираем действие. Блин, и тут Анжелина была. Короче говоря, не вовремя я его отправила, конечно же, в туалет. Ну, Бурухтан, не смущайся. Так, мне пора. Спасибо за хорошее время. До встречи. Даррен уходит. Ну, в общем, Даррен, приходи еще. Потому что Кристоферу будет с тобой очень интересно пообщаться. А тебе, наверное, с ним. И сейчас мы вместе... Я не поняла, почему всей семьей? Не, мы только Бурухтаном едем. Ну, ладно, посмотрим. Я надеюсь, что они все не присоединятся. Я не думала, что есть. Это что? Подождите, наш магазин сохранился? Ёлки-палки. Здесь же пекарня. Здесь пекарня Вилли. Черт подери. Не получится у нас на этом участке магазинчик-то организовать. Ладно. Ой, не-не-не. Давайте мы просто... Можно купить магазин. Просто мы его купим в другом месте. Не получится в Магнолия Променад. В Магнолия Променейт. Мы его купим в другом городке. Потому что я забыла. Это же копия моего династийного сохранения. А у Вилли у нас там пекарня есть. Которая так и называется. У Вилли. Но я даже не знаю. Давайте мы, наверное, чтобы далеко не добираться в другой город, приобретем наш магазинчик. Да, давайте мы его купим прямо напротив. Да, или здесь. Ну, давайте вот здесь приобретем участок, чтобы далеко не ходить. И здесь организуем наш магазин. Так, мы попали на участок. И теперь нам нужно перевести деньги из семьи в бюджет магазина. Давайте переведем все, что у нас есть. И отлично. Теперь у нас почти 10 тысяч. И мне написали, что можно купить комнату с манекенами. Так, давайте ее найдем. Комната уже есть готовая. Где у нас есть манекены. Вот. Вот это, наверное. Да, и она стоит 8 тысяч. Точно. Вот, отлично. У нас здесь есть комната. И я смотрю, здесь даже несколько. Вот еще комната тоже с манекенами. Это у нас мини-пекарня. Сколько она стоит? 12 тысяч. И онлайн-магазин Ромеро. Это магазин, я так понимаю, техники. Прикольно. Можно даже компьютеры продавать. Но Бурухтан у нас будет продавать одежду. Поэтому давайте выберем вот такую вот комнату. Но это слишком яркое. Такие прям буйные цвета. Я думаю, Бурухтану что-то поспокойнее подойдет. Давайте, наверное, на этом, на последнем варианте остановимся. И купить комнату. Ну, давайте вот ее поставим где-нибудь здесь. Так. Ну, давайте только ее поставим совсем по-другому. А где вход? Если вот так. Ну, давайте, наверное, так будет и отлично выглядеть. И только нам нужно будет еще добавить санузел. Интересно, мы можем готовы использовать? 1400. Это дороговато. Поэтому давайте поставим какую-то маленькую комнату. Но я считаю, что в магазине, ну, обязательно должен быть санузел. Иначе, ну, иначе просто... Как иначе? Так. Нужно обязательно поставить нам дверь. Давайте самую обычную, недорогую. И, наверное, это все дело будет у нас без крыши. Потому что это... Ну, это отдельная комната. И она, видимо, без крыши идет. Но это я уже крышу поставлю потом отдельно. Когда буду между сериями заниматься ремонтом. Так. Давайте какой-нибудь светильничек сюда купим. Я надеюсь, нам на унитаз и раковину хватит. Это самое главное. Потому что ванну я здесь строить не собираюсь. Так. Этот унитаз дороговатый. Давайте купим вот этот, например. Да. Вот этот. Потому что он хотя бы не дает дискомфорт. И какую-нибудь недорогую раковину. Вот. Все. Отлично. В принципе, все мы купили. Все. Магазинчик готов. И нам нужно принарядить наших манекенов. И смотрите. Здесь два женских манекена и один мужской. Давайте быстренько их как-нибудь оденем. Так. Создать наряд. Создать наряд в создании персонажа. Ну, давайте быстренько сейчас создадим пару нарядов. Так. Я думаю, что мы просто воспользуемся стилизованными образами. И создадим какие-нибудь два наряда женских и один мужской. Так. Ну, давайте, в общем, выберем вот такой вот черненький. И, наверное, точно такой же еще белый. Чтобы было как бы для симметрии. И какой-нибудь один мужской. Потому что у меня времени мало. И я просто... У меня вот сегодня час. И я хочу за этот час успеть записать две серии. Вот. Так что, если я буду долго выбирать сейчас вне записи создания. В общем, создавать эту одежду. Придумывать для манекенов. То я просто не успею сегодня записать эту серию. Так. И нам нужно... Так. Это я выбрала. Это я выбрала случайно Кристофера. Давайте, в общем, создадим. Мы нарядим еще. Нарядить. Ой. У нас уже есть готовые наряды. Ну, нет. Давайте, в общем, выберем точно такой же. Только не черный, а белый. Или какой-то другой расцветки. Так. Я думаю, что мы можем выбрать белый. И, наверное, туфли тоже белого цвета. Какого-нибудь серого. Ну, все, в принципе, отлично. А мужской и, по-моему, детский. У нас там уже есть какие-то, наверное, наряды. Наверное, сохранились еще с прошлых игр. Ну, или что-то есть. Мы что-нибудь подберем. Как-нибудь оденем. Мы уже поскорее откроем наш магазинчик. И почему-то все равно. Он в белое оделся, этот манекен, а не в черное. Ну, в смысле, я думала, что один черный, один белый. Ладно, уже бог с ним. Давайте мы какие-нибудь тогда любые наряды создадим. Все-таки не остались наши старые. Давайте выберем какой-нибудь костюм. Потому что у нас Брухтан продает именно костюмы. Что-нибудь такое официальное. И, например, вот тоже костюм. Создать случайный наряд. Да, это не в редакторе персонажа. Ну, вот, в принципе, манекена мужского мы нормальненько одели. Девочку тоже. И давайте для мальчика тоже подберем костюм. И можно, наверное, открываться. У нас, кстати, нет, наверное, теперь работника. Давайте кого-нибудь наймем. Так, как нам нанять? Я уже забыла, забыла. Так, вот, управлять работниками. И так, ну что, вы кого-нибудь нам предложите? Вот, отличненько. Нам предлагают Селесточку, Лорочку, Блейка, Мэтта, Юлиану и какую-то Ольгу Самойлову. В общем, это все наши знакомые. Ну, я думаю, что всех вы знаете. Мэтт это парень, ну, теоретически парень для Шарлотты. А Юлиана Хэнкс это одна из, ну, в общем, родственниц, сестра, по-моему, тоже одного из парней для Шарлоточки. В общем, мы возьмем, как обычно, Селесточку. Не будем изменять своим принципам. И, в общем, надеемся, что она сейчас придет. И мы открываемся. Ура, ура, ура. Магазинчик открыт. Приходите, покупайте, набегайте. У нас новый магазин. А где вход? Черт подери. А, вот есть вход. Господи, я перепугалась, что у нас входа нет. Нет, все отлично. Вход у нас есть. У нас нет. Этот магазин, он больше нравится. Вот эта комната готовая. Она намного лучше выглядит, чем то, что я построила. Я какую-то коробку построила. Хотя потратила те же самые деньги. Да, Селесточка уже пришла. Она готова приступить к одежде. А мы, по-моему, ничего на продажу-то не выставили, да? Или все, оно на продажу уже выставлено. Так, купить наряд. А, нет, оно все выставлено уже на продажу. И, отлично, первые покупатели. Так, это, наверное, парень для Шарлоточки. А, нифига, нет, это Денис Лукин какой-то. Мы его не знаем. Блин, ну придите, кто-нибудь знакомый. Мы вам что-нибудь продадим. Так, давайте дадим Селесточке задание. Пусть она... Так, ответит на закон... Так, она это и делает. Пусть она отвечает на вопросы покупателей. Пришел Даррен, пришла Мари. И все они хотят что-нибудь купить. Конечно, выбирайте, покупайте. Потому что у нас самые лучшие наряды. Бурухтан, а ты вот в телефоне не сиди. Давай общайся с покупателями, поприветствуй. И попытайся втюхать свое барахло. Будем надеяться, что кто-нибудь что-нибудь сегодня у нас купит. Да, поздоровайся. И мы будем, в общем, выполнять действия из категории торговля. И будем пытаться уговорить, в общем, Мари купить у нас платьишко. Даррен, а ты посмотри на манекена мальчика. Потому что у него очень симпатичненький наряд. А Даррен почему-то на девочку смотрит. Зачем он на девочку-то смотрит? Ему для мальчика нужен наряд. Да, мужик вот даже померил эту рубашечку. Так, и давайте будем мы, в общем, Мари уговаривать купить нашу одежду. Так, торговля. Обсудить предпочтения. И ответить на вопросы, что мы еще можем сделать. Торговля. И узнать о финансовых возможностях. Кстати, мне кажется, что магазинчик немножко маленький. Наверное, людей здесь куча. Наверное, я потом, когда денежек немножко заработаю. Че? Ничего интересного? Персонал толком не работает. Пойду-ка я в другой магазин. Ну блин. Ну ты че? Не хочет она... Ой, романтика. Ну и до свидания. Не хочешь, не покупай. Мы сейчас с этого уговорим. Он нас обязательно что-нибудь купит. Интересно, а если мы сюда позовем детей? Смогут ли они нам помогать? Вот Кристофер, Кай и Кевин. Смогут ли они нам помогать уговаривать клиентов купить что-ли что-нибудь у нас? Так, давайте попробуем уговорить кого-нибудь. Так, это, наверное, уже парень для Шарлоточки. А нет, это тоже какой-то Андрей Филатов. Да почему ж никого нет? Никого из знакомых. Пришел только Даррен. И смотрите, Даррен и Селеста, они как бы мама и сын. Но они вот даже с друг дружкой не общаются. Селеста пытается что-то продать. Вот, а Даррен пытается, наверное, что-то купить. Так, ну, что-то я не вижу, чтобы кто-то что-то хотел покупать. Давайте Даррена... Так, не-не-не, просить уйти мы не будем. Поприветствуем. Я не пойму, почему они уходят. Вот как-то действительно у меня не клеится с бизнесом. Может быть, я что-то делаю не так. И вот в Династии, в пекарне тоже у меня не особо покупают. Или я что-то, правда, делаю не так. Или просто мне не везет. Или просто багнутый этот бизнес в Sims 4. Потому что денег вообще не получается заработать. Если за серию я продам 2-3 вещи, это супер. Вообще бывает такое, что ничего не продается. Так, Саманточка пришла. Все не смотрят. Даже она переоделась. Ну, купи же что-нибудь. Почему не получается? Не получается у нас уговорить. Давайте посмотрим, что у нас за задание у Селесты. Управлять Селеста. И... Не-не-не, повысить мы ее не будем. А мы ее можем отчитать за лень. Она не ленится у нас. Селеста уже понижена. Так, разрешить раньше уйти с работы. О, ей можно создать форму. Да, кстати, ей форму можно создать. Но просто пока времени нет. Но как-нибудь мы создадим ей форму. Хотя вот эта вот форма у нее довольно-таки симпатичная. Так, я смотрю, что сегодня день у нас провальный. И все только меряют. А покупать никто ничего не хочет. Давайте мы... Блин, опять дала не то действие. Давайте мы попробуем Саманточку теперь уговорить. Может быть, она что-то купит. А Даррен, по-моему, улизнул. Да, не понравился ему наш магазин. Сказал, что фигню какую-то вы продаете. Ну, почему никто ничего не покупает? Не могут они купить. Вот есть действие. Купить наряд. Значит, он выложен на продажу. Кстати, вот это давайте тоже выставим на продажу. Потому что это одежда. И давайте, наверное, выставим на продажу вот это. Интересно. Они купят, наверное, прям все. Да, они купят прям вместе с полкой. Ну, да бог с ним. Главное, чтобы хоть что-то покупали. Мне кажется, что никто у нас ничего не купит. Так, попросить уйти покупателя. А почему я не могу ее, как бы, уговаривать? Только попросить уйти. Странная торговля. Ну, давайте здесь. Не, что-то у меня, мне кажется, Sims 4 бизнес совсем не идет. И я, наверное, думаю, что мы будем закрывать нашу конторку. И, скорее всего, Брухтан будет дальше продолжать работать ученым. И вот, наверное, да, он, кстати, до сих пор даже одет в форму ученого. Либо я что-то делаю не так, либо просто он какой-то багнутый, этот бизнес, что не получается ничего заработать. Так что, Брухтан, наверное, пока мы повременим своим магазинчиком. Вот, будешь ходить ученым работать. Может быть, там заработаешь много денег. Тогда станешь богатым, состоятельным. Конечно же, влюбишься и женишься. Но пока это все не до этого нам. Да, наверное, будем мы закрываться. Хотя, вот, во, мне кажется, этот мужик, он почти созрел. Давайте еще что-то ему расскажем. И, наверное, он у нас что-то купит. Брухтан узнал, какие... А, он у нас задира. Задира покупатель. Давайте еще какие-то действия сделаем. И вот-вот, видите, голубая вот эта вот колбочка. Она почти заполнилась. То есть, возможно, он что-то купит. Но это было бы отлично, потому что у нас вообще 15 миллионов. И если бы он купил за 219 хоть что-то, это было бы просто супер. Давай, купи. Ну, купи. Какой выбор. Отлично. Наконец-то, наконец-то покупатель решил купить что-то. Давайте его обслужим. И вообще, как бы, теоретически, ну, было бы правильно, если бы они обслуживали, ну, покупателей у кассы. Но они обслуживают их просто рядом, стоя с планшетом. Так, Брухтан, давай, доставай свой суперский планшет и выписывай ему, так сказать, чек. Наряжай своего покупателя. А мы, кстати, можем видеть это все в зеркале. Классно здесь. Так это зеркало стоит удобно. Можно смотреть, что происходит. Так, ну давай, Брухтанчик, и отправим тебя спать, потому что потребности у него уже очень низкие. И, кстати, что делают наши ребята? Пусть, наверное, Кай заботится о себе. Кевин развивает моторику, а развивает логику... Смотрите, Кристофер. Почему-то Кристофер может развивать только логику, а Кевин только моторику. Это с чем связано? С тем, что он там умный, ну, как Кристофер гений, он может только логику развивать. Интересно, странно, не замечала даже. Но, в принципе, я и хочу, чтобы они именно эти развивали свои навыки. Ну, как-то вот получилось интересно. Так, ну что, купил он или не купил? Я смотрю, что у нас 15 миллионов, и нифига он не купил. Да что ж такое? Давайте попробуем дать Брухтану еще раз действие. А он уже и покупать не хочет. Да что ж такое? Ну, вот точно бизнес какой-то багнутый. А нет, Игорь купил. Наконец-то, спасибо. Еще одна... Смотрите, нам дали 200. А, я поняла. Это у нас теперь пошло на 300. 318 у нас теперь капитал магазина. Ну, в общем, вот такой вот день у нас прошел. Продали мы один наряд. Давайте, наверное, будем мы закрываться. На сегодня хватит. И продано предметов на 219. Заплатили мы 95 селесточки за работу. За то, что она на нас работает. И получили мы 124 дохода. Ну, как-то не густо, честно говоря. Будем возвращаться мы домой. Так, все, со всеми попрощаемся. И возвращайся-ка ты, Брухтан, домой. Уже в следующей серии мы уже... Ну, не в следующей серии. И в следующий раз уже пополним мы запасы товаров. Да. Брухтан, конечно, сегодня у него был очень тяжелый день. Он только что пришел с работы. Он работал в своей лаборатории. Устал-устал весь такой бедненький. И теперь ему пришлось еще целый день после рабочего до долгого дня, до часу ночи, до полвторого сидеть в своем магазине, пытаться что-то продать. И продал он только одно платье. Так, Брухтанчик расстроен и такой весь из-за неудачного дня на работе. На второй работе, в смысле в магазинчике. Возвращается домой. Ложится спать. Да, пусть высыпается. У него был тяжелый день, так что не будем его мучить. А у нас в гостиной Кай до сих пор пиликает на скрипке. В общем, учится он играть. Развлекает наших домашних. И смотрите, я уже не вижу плохого мудлета. То есть, наверное, музыка уже более-менее приемливая. Давайте посмотрим. У него уже четыре творческие способности. И это даже более-менее уже похоже на музыку. Да, я смотрю, что домашние уже не жалуются. И как-то нейтрально реагируют на его музыку. Ну, хотя бы нет у них напряжения. Так, отлично. Кристофер у нас хочет в туалет. Давайте... А он что, обнять маму хочет? Ну, давайте пусть обнимется. Или нет? А, они просто хотят поболтать. Ну, давайте пусть еще тогда обнимется. Мне почему-то показалось, что он идет именно обниматься с Анжелином. Так, Анжелина, обними своего сыночка. Вот, отлично. И теперь пусть идет в туалет. И я хочу... А, в туалете у нас папа. Пусть тогда он поиграет играть вместе. А, с Анжелиной? Нет, с Анжелиной мы играть не будем. Анжелина у нас не по этим делам. Анжелина, она спортивная. Она активная. И она будет общаться у нас с Кевином. Да, она будет рассказывать Кевину, как вообще нужно спортом правильно заниматься, как нужно моторику поднимать, почему я могу смотреть на звезды. А, это я правильно. Я думала, что я выбрала Анжелину. И смотрите, Кевин молодец. Маленький такой. Я вот взял и помыл посуду. Умничка просто. Супер мальчик. Так, давайте мы... Не знаю, какие-нибудь дружелюбные действия. Качок. Ой, что это такое? Давайте посмотрим. Анжелина у нас тоже спортивная. И вот Кевин такой. Что это за действие такое? У них будет качок. Интересно даже. И нужно посмотреть, кто у нас следующий работает. Так, Анжелине до работы 5 часов. Брухтанчику 3 дня до работы. И 2 дня Рубчику. Ага. То есть, получается, мы в следующий раз тоже будем работать Анжелиной, потому что больше работать некем. Так, я так поняла, что он так руку поднял, и это было качок, значит. Так, давайте еще что-нибудь посмотрим. Вот жаль, что нет такого действия, как вот тренировать или что-нибудь из этой серии, потому что провести ценный урок. Ну, давайте проведет она ценный урок, и будем думать, что она провела ему именно урок, ему по моторике, по спорту, рассказала, как нужно правильно заниматься спортом. Так, уже нет этого действия, да? Рассказать груз. Вот, провести ценный урок. Давайте еще раз сделаем это действие. А здесь Кристофер общается с своим папой, да? Рубчик его учит правильно играть в шахматы, потому что Рубчик гений, и вот он многому научит. Так, и проводит ценный урок у нас с Анжелиной. Что-то рассказала Кевину, вот, и все это время Кай пиликает на скрипке, вообще ни на кого не смотрит, ему только музыка нужна, и, по-моему, больше ему ничего, ничто его больше не интересует. Вот Кевина интересует мама, да? Потому что мама спортивная, и он спортивный, и он хочет с ней больше общаться, узнавать больше про спорт. Вот, вот, а Кристофера больше интересует папа, потому что папа умный такой, в очках ученый, и он хочет узнать у него, как вообще лучше играть в шахматы. Но сейчас он у нас пошел в туалет, да. Пора уже всем ложиться спать, и мне уже пора заканчивать серию. Всем спасибо за внимание, надеюсь, серия понравилась, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok